Привет, друзья! Продолжаем анализировать новости, акцентировать внимание на самых важных и резонансных и делиться с вами. Если вы у нас впервые, не забудьте нажать на подписку, поддержите наш канал. Активисты и ряд неправительственных организаций создали петицию к Организации Объединенных Наций и лидерам стран всего мира с призывом спасти украинских бойцов и мирных жителей завода Азовсталь в осажденном Мариуполе, применив процедуру экстрадиции. Соответственный документ был размещен на сайте Change.org. Подписанты призывают возобновить заседание Генассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в Мариуполе и принять резолюцию с требованием КРФ обеспечить эвакуацию всех людей из Азовстали на подконтрольную Украине территорию или в третьи страны. Петиция набрала уже больше миллиона подписей. Общее число должно достичь полтора миллиона. Ситуация с Азовсталью в Мариуполе, в частности, остается сложной. Утверждают, что на территории завода все еще остается около ста гражданских. И не менее запутанный вопрос по поводу деблокады. Владимир Зеленский в очередной раз утверждает, что Украина не может разблокировать Мариуполь, где на заводе Азовсталь остаются украинские военнослужащие военным путем. Об этом он подтвердил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Причина – у Украины нет такого тяжелого оружия. И это не просто мнение, это выводы руководства армии. Все усилия брошены на дипломатические переговоры. Привлекаются переговорщики из Турции, Израиля, Швейцарии. Попробовали решить этот вопрос и Французская республика, и Организация Объединенных Наций, и представители Международного комитета Красного Креста. Но Россия меняет военных только пленных на пленных. При этом в своем интервью каналу 24 экс-командир Азова Максим Жорин заявил, что военные готовят операцию по деблокаде Мариуполя, и что они постоянно проводят консультации по этому поводу именно с ВСУ. Кроме дипломатического процесса, параллельно все-таки идет процесс по подготовке военной операции по деблокаде города. Она может быть на сегодняшний день несколько этапной, с предварительно освобожденными и другими городами, перегруппировкой. При этом он признал, что времени на подготовку к этой операции нужно немало, и этого времени практически нет. Интересно, что и ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк намекнул на проработку военного пути деблокады Мариуполя в своем интервью для нового времени. Интересно, выходит, друзья, что советник президента знает больше президента страны. А что, так можно было, что ли? Стоит задуматься. В своем видеообращении Зеленский поделился, что Украина передала вторую часть опросника для вступления в ЕС. Где-то сторонки зарыдал Порошенко. Его без визы кофе в Вене теперь может быть окончательно обесценен. Тем более, что Зеленский похвастался, что вообще-то процесс изучения опросника и подготовка ответов занимают месяцы, но они большие молодцы и сделали это за считанные недели. Зазвичайно, это вытрачаются месяцы, месяцы, но мы сделали все за леченые тижни. Но, честно говоря, я не знаю, стоит ли этим гордиться. Мы и так слишком дорогой ценой идем в ЕС. Может, не на скорости, а на качестве стоит сосредоточиться. Ведь документ содержит в себе тысячи страниц, и президент сам об этом говорит. Чтобы стать полноценным членом Союза, стране придется провести множество реформ для соответствия критериям, а затем еще и получить одобрение от всех 27 стран блока. Вроде этот путь мы уже проходили, но президенту же виднее, верно? Ну ты даешь! Кто его посадит? Он же памятник! Зеленский рассчитывает получить статус кандидата ЕС уже в июне. Такую надежду ему вселяют приговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляя. Мол, чувствуются четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути. Видимо, и председатель Европейского совета Шарль Мишель дал позитивный отклик. И сам сегодня мав разговоры про нашу европейскую интеграцию и с Шарлем Мишелем, президентом Европейской Рады. И несмотря на постоянные упреки и оскорбления в сторону Германии, нашим чудо-послом Мельникам, немцы тоже поддерживают ускорение вступления Украины в ЕС. Председатель Бундестака Барби Эльбас отметила, это очень и очень важно для Украины, чтобы она получила дорожную карту и график. Хотя глава МИД Германии Анна-Лена Бербок сказала, что ЕС не знает, когда Украина сможет вступить в Евросоюз. Но сейчас эта дама с визитом в Украине, так что, думаю, разговор пойдет о том, чтобы изменить ее точку зрения. Президенту нужны победы. Тем временем, госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеммон Бонд считает, что было бы обманом обещать Украине быстрое вступление в Евросоюз. Переизбранный президент Франции Макрон заявил, что процесс приема Украины в ЕС может затянуться на годы или даже десятилетия. Мы все прекрасно понимаем, что процесс присоединения займет годы, а по правде говоря, возможно и несколько десятилетий. Такова реальность, если, конечно, мы не решим смягчить стандарты для кандидатов и не пересмотрим наш подход к единству Европы. На такие слова не смог не отреагировать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулепов. В своем интервью для Financial Times сделал достаточно резкое заявление. Это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть, и мы не собираемся это терпеть. Кстати, все в том же интервью для Financial Times сделал он еще одно заявление, которое, видимо, уже должно дать окончательное понимание желанию Украины. Он заявил, что теперь победой в войне с Россией Украина будет считать не отвод войск РФ на позиции до 24 февраля, а полное освобождение всех территорий Украины. Первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на военном фронте, выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для следующей динамики войны. Победой для нас будет освобождение остальных наших территорий. Но Германия и Франция, похоже, не готовы разделять такую точку зрения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры Украины и Российской Федерации для быстрого достижения мирного урегулирования. «Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение. Не должно быть так, чтобы сейчас после многих-многих тысяч погибших людей в Украине наносились новые разрушения. Напротив, мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс переговоров». Интересно, это что были мнимые попытки напомнить о норматском формате и кто в доме хозяин? Как и с прошлой жизнью, Шольц неспроста делает такие заявления. Санкции дают о себе знать. Экономика Германии под серьезные угрозы. В частности, достаточно взглянуть на цены на продукты. Но при этом канцлер Германии заявил, что Москва не оставляет Берлину иного выбора, как поставлять оружие Украине. Ну, как-то совсем непоследовательно. Вы определитесь или туда, или обратно. Друзья, у меня на сегодня все. Благодарю всех, кто с нами, кто смотрит наши выпуски. Мы работаем только для вас 24 на 7. Не забудьте подписаться, оставайтесь с теми, берегите друг друга, берегите себя. Увидимся. Продолжение следует...